Всем привет, это шоу Побуяним, с вами Андрей Буяльский. В гостях у меня сегодня талантливый, очень крутой рок-музыкант, не побоюсь этого слова, рокового направления. Саша Кис, Александр Кис. Саня, привет, бро, привет. Вот после Нового года первый эфир, и ты у меня в гостях, поэтому это прикольно. Ты давно меня пытался позвать. И ты все съезжал, ты боялся, заметь, ты боялся. Нет, я на самом деле, мне очень приятно, во-первых, что ты меня хотел позвать одним из первых. Но я хотел посмотреть со стороны, что за формат вообще. Я не так часто на телевидении или где-то еще даю интервью. И, конечно, меня что-то могло смущать. Поэтому я, ну, есть, конечно, момент стрема какого-то. Пускай первые сначала пройдут эту... Я забыл еще упомянуть о том, что ты у нас еще и бизнесмен. Ты у нас, как бы, слово бизнесмен, наверное. Ну, не будем это громко называть, но тем не менее я бизнесом пытаюсь заниматься. Просто что меня удивило, да, я практически, когда с тобой познакомился, это были, наверное, начальная твоя ступень не творческая, а именно когда ты первые шаги делал именно как предприниматель, бизнесмен, да, в коммерческую сторону. Да, возможно. Я помню, когда познакомился с тобой, ты мне сказал, что я начинаю с нуля. У меня нет ни финансовой поддержки, у меня нет своих лавешек, ничего, таких каких-то там финансовых моментов. Я помню даже этого человека, который изначально тебе попытался немножко помочь, да, это как раз был владелец клуба Тарантино или совладелец. Совладелец, да. Первые шаги ты начинал при помощи, ну, в принципе, финансовых каких-то вложений его, да, но двигался ты стратегически сам. Ну, скажу так, что он не столько мне помог финансово, да, сколько, вообще, как, с чего все началось. Я преподавал на дому, да, я открыл ИП, преподавал на дому очень много. У меня было, я не знаю, учеников 50, наверное, только по гитаре, да, да, да. И, конечно, я мечтал когда-то сделать свою школу, но я вообще не понимал, как, как это вообще, через какие нужно пройти инстанции, там, чтобы это все было легально, открыть какие-то разрешения, там, я же понимал, что это, наверное, очень все сложно и даже не было у кого спросить. Этот человек просто вселил в меня какую-то веру, да, что это все легко, возможно, и, собственно, мы тогда наняли юридическую, ну, компанию, который нам оформил документы, мы сделали ООО, вот, и он помог мне совсем чуть-чуть финансово, да, то есть на самом деле тут нельзя говорить каких-то сумм, которые дали мне большой толчок. Тут скорее толчок дали мои какие-то связи, мое имя, которое было уже наработано на тот момент, вот, и на открытие школы приехал Виктор Смольский, дал мастер-класс, благодаря которому я считаю, что именно вот это дало большой толчок школе, потому что ко мне приехали БТ, ко мне приехали ОНТ, брали интервью, снимали мастер-класс, нашу подготовку к, кстати, к фестивалью Грифомани, мы тогда с ним вместе выступали, вот, я считаю, наверное, вот это даже больше дало. Ну, толчок был, ну, изначально, я так понимаю, все равно импульс исходил от себя, а Виктор Смольский простимулировал, все-таки это, как бы, имя, это почти легенда, я не скажу, что это легенда, но это очень крутой. Ну, это очень крутой музыкант, гитарист, даже в мировых, да. Наш земляк, если вы не знаете, кто такой Виктор Смольский, Google в помощь или на YouTube-чике, набирайте эти, и вам выдается сразу куча-куча видосов, там, тысячи-тысячи, это гитарист, который играл с группой Rage. Ну, во-первых, начнем с того, что он играл в 15 лет в Писнярах. Но они не звали, что еще группа Инспектор была, которая тоже успешно была. В студии Писняров, у них родилась группа Инспектор, Мулявин позволил репетировать на этой дорогущей аппаратуре, дал свободу, и вот они уже через, наверное, через год сделали целый альбом, с которым поехали по Германии кататься, собственно, после этого он там и остался. Насколько я помню, рок-школа Discovery, она стартанула в центре города. Это было полуподвально или подвально даже помещение, подвальное помещение. Конечно, меня очень смущало, но тем не менее, я хочу сказать, что люди, которые туда приходили, они сказали, что там особая атмосфера, то есть такое подвальное, подпольное, то есть именно рок там должен начинать свою жизнь. Вот, поэтому людей это не смущало, это, наверное, смущало только меня. Ну, потому что рок у нас вообще в советские времена, да, и все это было в таком, как раз таки, в подполье, да, поэтому, наверное, людей это и вдохновляло. Когда ты начинал, тебе было, это был 11, 12, 13 год, это было тебе, ну, 23 года, что ли, да, там, 24, пускай. Не, ну, вот в школе, наверное, где-то лет 7, да, ну, то есть, ну, где-то 25, наверное. Около 25, даже, наверное, 25 тебе и не было, да. То есть ты парень, который достаточно хорошо, виртуозно играл на гитаре, у которого не было, в принципе, никакой коммерческой жилки. Ну, не, жилка, она, может быть, была, она рождалась, да, я читал много книг по этому поводу, да, вот, но именно, чтобы взять и сделать, вот это вот, как бы, вот, подтолкнул, собственно, на тот самый человек. Я понял, но я имею в виду смысл в том, что ты в 25 лет без какой-то поддержки практически, да, но и понятно, что звезды сошлись, и Смольский, и вот этот инвестор минимальный, да, назовем его так, который помог на начальном твоем пути, ты решился на этот шаг? Да, да, конечно. То есть ты решился и пошел вперед, да? Хотя ты мог понимать, ну, у тебя некое было, наверное, видимо, видение и понимание, что это могло вообще полностью рухнуть, ты мог разориться, влезть в долги, как многие люди, открывать студию. У нас у всех, наверное, понимание, что бизнес – это что-то такое очень опасное. И страшное. Страшное, можно влететь, потом не выкарабкаться, сесть даже где-то, поэтому… Но все-таки выбор – это… Ну, я всегда с этим бизнесом на риске, потому что у нас, тем более сейчас, когда подкрывалась целая куча школ, очень тяжело стало конкурировать. Рокшкола Discovery была первая в своем вот направлении в Беларуси? Да, она была… Мне кажется, я просто гуглил, это и первая, и, пожалуй, наверное, единственная, потому что… Нет, хотя потом кто-то тоже назывался рокшколой, но на тот момент действительно это была единственная рокшкола. Саня, сколько просуществовала школа именно под этим брендом Rock School Discovery? Пять лет. После чего… А почему ты решила попсеть сразу? Почему ты решил? Ну, ты знаешь, что такое? Рокер, да, тут брутальный рокер, прямо вот, блин, вот, с этой, блин, вот, гитары с этим… Я расскажу. Да, дело в том, что к нам в рокшколу приходили заниматься не только роком, да, и даже к той же Оле Сатюк, которую я взял со временем, к ней же приходили не рок петь в случае случаев. Вот, и когда ученики поют там какую-нибудь Риану или что-нибудь еще такое более попсовье, или какой-нибудь даже русский, я не знаю, шансон, да, я слышу так, захожу в школу, заслышу, а-а-а, да. То есть я не мог людям запрещать… Владимирский Централ, Ветер, Север, Молодой, Тип того, да, 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 да. Я не мог людям запрещать этого делать ни в коем случае, потому что я понимал, что я делаю бизнес, если людям нравится, пускай занимаются. Вот, и когда на отчетный концерт мне начали такие номера выставлять, тоже я не хотел человека обижать. И мне приходилось ставить в концерты эти номера. Поэтому я понял, что, ну, тут уже рынок диктовал условия, скажем так. Конъюнктура рынка. Да, 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 поэтому я решил все-таки расширить направление. Поэтому все нормально. Просто школа звезд. Мы выращиваем… Очень все просто. Школа звезд. All Stars. Не, это круто, не, на самом деле, как корабль назовешь, так он и поплывет, да. Но Rock School Discovery мне тоже очень нравилось. Я, в принципе… И многие, кстати, до сих пор называют, путают. И, кстати, ты тоже постоянно мне Rock School Discovery, Rock School Discovery. Потому что, ну, пойми, что за пять лет вбивается в мозг так, что я на всех почти твоих отчетниках был. И, естественно, оно в голове отбивается. И уже школа звезд, ну, как-то она должна тоже улечься здесь, да, в голове. Кстати, за что огромное спасибо. Я помню, ты, кстати, на первом отчетнике был. Был на первом отчетнике. Ты знаешь, я тебе хочу сказать, что ты молодец. В любом случае, просто меня удивило, почему ты не смог как бы развернуть, знаешь как, или просто может побоялся, либо не было времени. Ты же мог оставить именно Rock School Discovery как отдельный сегмент, да. В Минске, в Гомеле. И вот почему ты не пошел по областным городам? Это можно было сделать элементарно. У тебя и очень круто то, что ты привязал свое имя, да, Александр Кис, да. То есть ты не просто взял бренд, который у тебя могли в любой момент спереть, украсть там, и любой Вася Пупкин мог Rock School Discovery, да, или Школа Звезд. Ты привязал Александр Кис, и это очень, ну, маркетинговый ход очень грамотный. А я проконсультировался там с американскими друзьями. Они говорят, у нас почти все школы называются по имени человека, который... Да, ну, то есть ты фронтмен, грубо говоря, ты человек, который, ну, или... Я, на самом деле, это не какая-то звездная болезнь, ни в коем случае. Это нормально. Да, но я, меня долго ломало. Я думал назвать просто Школа Звезд, Star School, да, или Star School Александр Кис. Все-таки я решил имя поставить. Да, и тут действительно уже никто не стырит это название. Нет, это правильно. И здесь бояться ничего не... Вообще нужно работать изначально, ребята, чтобы надо понимать, надо заработать некое портфолио background, background, да, и после этого работать только на свою фамилию, да, вот. Ну, в принципе, то, что делает Саша, и, в принципе, пытаюсь сделать и я на протяжении 20 лет уже почти, да. Но, тем не менее, ты работаешь на свое имя, ты понимаешь, что уже у тебя твою фамилию и имя, и твой background портфолио их не украдут. Они принадлежат только музыканту, либо там импресарио, продюсеру и так далее. Лейблу. Кстати, немножко хочу вернуться к теме Rock School, да. Я бы с удовольствием возобновил бы, возродил бы и этот бренд. Когда, ну, вот мы сейчас растем, растем потихонечку, когда на это будут средства дополнительные, мы, конечно же, я думаю, что это сделаем. Потому что вывести в отдельный сегмент, мне кажется, это было бы очень интересно. И те, кто действительно хотят свой кругозор, там, от Рианны, там, я не знаю, от до Металлики, да, ну, к примеру, да, то есть там петь, как Рианна, и петь, как, я не знаю, Доропейдж, там была такая, помнишь, если бы, группа, как же они назывались? Варлок. Доропейдж, по-моему. Доропейдж. Ну, я, может, неправильно, извините за... Не важно, то есть я имею в виду, что человек может получить либо вот этот объем знаний и для себя профессиональных навыков, да, каких-то развиваться, либо в узком сегменте, да, но это круто, потому что действительно такого бренда у нас в стране не существует. Да, может быть, сейчас бы было бы лучше мне в узком, да, чтобы не распыляться, потому что... Ну, ты рокер, у тебя, понимаешь, вся вот, все об этом говорит. Да. Все об этом говорит. Смотришь на Сашу и понимаешь, что это, блин, тем более, когда тебя видишь с гитарой в руках и когда ты реально валишь, это неважно, ты играешь в свое произведение, ты играешь, ну, я просто восхищаюсь то, что ты делаешь, там, ну, к примеру, вот Вивальди, да, это просто капец, но я понимаю, что это играют сейчас все, но это пытаются сейчас играть все, но на самом деле то, что мы немножко можем посмотреть, это чуть-чуть, чуть-чуть это увидеть, да, мы вернемся к этому, это attraction, да, attraction, группа еще. Я сейчас расскажу про группу, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, это прекрасно. А я смотрю его, ты знаешь, самое, я не вот, а мне звук не нравится, я бы с удовольствием перенесал. Ааа, AirPods. И все хорошо со звуком. Это реклама Apple, они мне не платят. Смысл в том, что реально я пересматриваю это видео, хотя у тебя очень много крутых видосов, которые ты именно как гитарист, да, ну, какие-то произведения играешь, но это я не знаю почему, но оно вот мне зашло, и я вот реально время от времени с кем-то идет разговор, Александр Кис, а кто это? Все, вопросов нет. Ну, да, это действительно... Это как визитная карточка, да выливаешься? Это визитная карточка, да, реально. Это визитная карточка, да, было долгое время, и если там меня звали на какие-то передачи, то обязательно просили именно летнюю грозу сыграть. Вот, я, ну, скажу честно, я от этого отошел лет так уже, наверное, три года я, наверное, или даже больше, я не знаю, не играю в это. С чем связано, пока сложно сказать, может быть, нехватка времени, может быть, немножко понял, что у нас в нашей стране этим сложно вообще как-то зарабатывать, да, а ходить на передачи, сниматься за бесплатно, сам понимаешь, это рано или поздно надоедает пиар-пиаром, но все-таки, да, когда-то должны все-таки дивиденды приходить. Табачок к табачку, я понимаю. Да, и я подумал, что надо опять возвращаться к своему творчеству. В любом случае это делает мне какое-то имя как гитаристу, потому что именно тогда ко мне в школу приходили на имя, на гитариста. Сейчас в школе я, конечно, преподаю, но очень мало, да, еще и потому что, ну, я уже сам просто от преподавания отошел, да, но тем не менее у меня есть несколько учеников, кстати, старых, которые тогда еще в рок-школе занимались, они ко мне вернулись, да, вот, но очень мало гитаристов стало в принципе в школе, да, то есть такое ощущение, что вкусы у людей совершенно поменялись, да, хотят там Макса Коржа, там какой-то еще попсу, рыб какой-то, я не знаю. На гитаре, на гитарке, всего белорусских. Типа того, да, то есть я не понимаю, что происходит вообще, где те гитаристы, которые были у меня тогда, которые играли сложнейшие соло, рифы тяжелые, я не понимаю. Ну вот Антон, он у меня учился на праздниковских курсах, мы как раз до программы, до съемок с тобой говорили. Вот видишь, как человек учился у тебя, и сейчас он преподает, да? Я вспомнил Prime Band с Ольгой Сатюк. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, как он вообще появился? Изначально ли он был задуман как трибьют или кавербэн? Ну, не трибьют, это кавербэн. Кавербэн, да, кавербэн. По сути, это тот же кавербэн, да, но мы не хотели ни в коем случае играть по клубам Минска или по свадьбам, да, поэтому мы позиционировали себя как шоу-бэнд. Ну, я, конечно, извиняюсь, но Солей Сатюк, которая известна всем, делать кавербэнд, мне как-то было бы стыдно, вот честно. Да и самому играть, да? Я и наигрался, поэтому мне этого хватило. Мне хотелось что-то такое более значимое сделать. Но, тем не менее, это были кавера, да? Вот. И мы выступали по нескольким фестивалям, нас приглашали по городам. Не гордо были какие-то спортфестивали, там у Шимко мы выступили, я помню. Концертов было немного, но я кайфовал от того, что я делаю. Мы делали, вот у меня всегда была мечта делать не только рок, рок-музыку, да, переигрывать, но и делать вот эти известные попсовые песни. Не русский рок, да, именно попсовый, ну, Риана, там, я не знаю, как еще. Да не важно, но смысл, звездные какие-то такие... Именно делать в тяжелом стиле. Вот это в тот момент это было очень популярно и действительно людям это нравилось. Субтитры сделал DimaTorzok Мы отрывались просто как на рок-концерт. Это очень круто было. У нас плейбэк валил, электронные подложки все были... Мы были без клавишника, у нас с компьютера все шло. И мы валили нормальный такой ракешник. Сань, ну, у тебя же как бы... Ты делал портфолио, специальные съемки, промо-ролики. Я помню, возле Минской арены, там что-то там снимали. Клик, да, мы снимали клик. Почему дальше не пошел PrimeBank? Ну, мы разошлись во взглядах, на самом деле. Сатюк? Ну, общая с ребятами. Со всеми? Да, да, да. Поэтому я решил, что пускай просто мы отложим. Если вдруг позовут куда-то, выступим, не позовут, не выступим. То есть мы не закрывали проект. И нас действительно потом... Вот помню, я съездил на контракт в Дубай, потом в Катар. После чего я вернулся, и нас позвали на большой фестиваль выступать. Почему нет? Взяли, выступили. Даже сейчас до сих пор зовут там какой-то корпоратив. Но уже сейчас действительно время ушло. И вряд ли я буду браться за то, что уже... Сколько бы существовал проект, ну я имею в виду, именно от начала до конца. Года три может. Как ты думаешь, почему он завернулся? Из-за того, что пошли какие-то разногласия? Разногласия, да. Хорошо. Мы не ругались, мы с Олей продолжали сотрудничать с Сергеем, с басистом продолжали сотрудничать. Все нормально. Просто мое видение расходилось с их видением. Поэтому как-то так и... Для меня не деньги были важны, вот серьезно. Потому что мы начали там на Новый год разучивать какие-то русские песни, чтобы просто отыграть корпоратив новогодний. А меня это дико не устраивало. А ребята хотели заработать. А я такой чувак идейный по жизни. Мне не важно там лишнюю сотку заработать или все-таки выступить в кайф. То есть для меня это очень важно. Это понятно. Слушай, ну окей, смотри. Attraction, да? Группа, которая была создана тоже тобой. Ну, Attraction это... Кавер-бенд, трибют, что это было вообще? Не-не-не-не-не. Кавер-бенд, это не трибют. Ой, там история началась очень давно. Это же самая первая, по-моему, проекта. Там было два состава, да. Attraction первый, это мы играли и кавера, выступали с Виктором Смольским. Потом с ребятами разошлись, и я собрал новый состав. И именно этот состав уже мы под мой сольный материал. Уже как гитаристы и группы Attraction. Вот. Потом, потом с Сергеем Маркусом, с басистом, мы решили писать авторскую музыку. И у нас почти законченный альбом. Очень мощная музыка. Где, кстати, минимум соло всяких, минимум милизмов. Очень фундаментальная стадионная музыка. Именно вот он мне привил вот этот вот вкус такой. И мне вот именно понравилось. Он мне говорит, вот смотри, Металлика играет тот же Энтерс Эдман. Они начинают риф, та-да-да-да, та-да-да, и идет до конца песни. И он говорит, что они стесняются все время крутить один и тот же риф. Ну там, правда, только тональность меняется. Я говорю, нет. Тебе надоедать? Нет. Так чего ты стесняешься? И он научил меня именно вот этой вот фундаментальной музыке, где минимум наворотов, и это реально стадионная музыка. Он говорит, проанализируй, и самые известные группы какие? Которые не играют сложную музыку. А я был заворочен на этом всем. Я слушал Dream Theater, я слушал там всякие очень сложные стили. Поэтому меня вот привил вот этот вкус. И мы почти записали полный альбом. И почему дальше не пошло? Потому что мы перебирали вокалистов, и ни один не подходил. Ну, у тебя Макс был. Да, да, и мы поняли, что пока нет того вокалиста. Будем ждать. И до сих пор проект как бы заморожен, но не закрыт. Я уверен, что мы найдем когда-нибудь, вернемся к этому и продолжим. Потому что материал действительно очень сильный. И он не для Беларуси, это точно. Смотри, в любом случае, это авторская музыка уже круто. Почему я хотел завернуть на эту тему? Потому что, как и Prime Band, Attraction, я, честно говоря, не знал до столько, что там полностью даже альбом почти был записан. Но какая-то не то, что финальная линия, но то, что сейчас происходит, это трибют Линкольн Парк. Да, да, да. Линкольн Парк, то есть трибют на легендарную группу. Вот здесь уже не побоюсь этого слова. Да, Линкольн Парк, да. Как вообще, что идея эта пришла и почему опять в трибют почему? Я задавал этот вопрос, когда год назад я предлагал сотрудничество как директору и так далее. Я просто говорю, почему не своя музыка? Ну, как бы, ну, Линкольн Парк это круто, это все знают, да. Но нету Честера, да, понятно, его нету. Будет ли кто-то петь в Линкольн Парке, неизвестно, живет этот проект или нет. Но трибют это да, но трибют есть там на Квинн, на Металлику, на все легендарные группы. Почему не авторская музыка? Потому что переигрывать... А я объясню. Да, объясню. Проект родился на самом деле очень случайно. Так же неожиданно, как, собственно, и покинул этот мир Честер Беннингтон. Вот, и мы, так как у нас с Сергеем, с басистом, мы же основатели коллектива, так как у нас уже был опыт, и у меня там я кучу концертов делал, и он кучу концертов, мы решили как-то свои силы сложить и сделать концерт памяти. Да, то есть, конечно, там хейтеры говорят, вы зарабатываете на смерти, пускай говорят все, что угодно. Кто-то все равно бы сделал бы концерт памяти, и каждый год бы его проводил. Кто-то бы эту нишу занял, эту нишу заняли мы. И благодаря этому, собственно, это все развилось уже в полноценный трибьют-проект. Не просто сборные концерты из разных групп, как это было два первых концерта. Мы решили, что это будет стабильный состав, с которым будем делать тридцатку песен, которые будем играть, делать концерты. И у нас появился свой зритель, который на нас подписан в Инстаграме, в Ютьюбе, ВКонтакте. И нас очень поддерживают и ждут постоянно наших концертов и в Минске, и зовут в разные города. Просто есть сложности, нам нужно действительно найти хороших организаторов, которые смогут сделать качественно, потому что мы не хотим на сомнительные подписываться предложения. Вот мы вышли на достаточно высокий уровень с трибьютом. У меня слово тут официальный трибьют, конечно, Линкен Парк. Меня так немножко смутило, то есть, ну, как бы, менеджмент Линкен Парка подтвердил о том, что это официальный трибьют. Я отвечу, да. Эта тема, на самом деле, такая неприятная, потому что мы очень хотели действительно получить, мы не знаем вообще, получают ли какие-то вот эти там металлика трибьют или сидительки. Нет, там, получают ли они подтверждают какую-то бумагу, да. Мы никак не могли дописаться, достучаться в Америку, в Warner Brothers, просто не отвечают. Нигде, ни e-mail, ни там, ни Facebook. Просто я уверен, что им там столько писем приходит, что им не до этого, да. Вот, но мы достучались без проблем в филиал в Москве. Вот, ездил туда наш басист, как бы, решили встретиться, договориться. Но они говорят, что мы не даем никакие там бумаги. Вот, вы просто играете, отчисляйте авторские, все, и этим вы являетесь официальным. Ну, это такое очень сомнительно официальным. Московского УДА филиалу. Да, 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 непонятно, кому чего. Крюша нули. Да, куда эти деньги пойдут, непонятно. То есть, не хотелось бы, чтобы это так было. Поэтому, ну, не будем называть себя официальными, но, по крайней мере, мы на высоком уровне исполняем, я считаю, одни из первых в СНГ, поэтому... Ребята, это очень круто. Это очень круто посмотреть на Ютьюбе, набираем Линкольн Парк. И это, ну, я был на живом выступлении, это просто вот респект и уважуха. Особенно тем людям, которые помнят, знают эту группу, их творчество, Честера и так далее. Это очень круто, поэтому, ну, здесь вообще вопросов нет. Да, кстати, у нас уже была презентация клипа. Клип мы выпустили чуть раньше, чем сделали презентацию концерта, на концерте. Вот. И уже были 100 тысяч, посмотрим. Более 100 тысяч просмотров. Более 100 тысяч просмотров. Мы снимали все от письма. Мы снимали партии. Мы просто сели в студии и сделали аранжировки. Прямо на репетиции начали придумать партии. там но я потом уже дополнил это все скрипками виланчелями просили ребят классных и очень необычное звучание получилось тоже очень понравилось поэтому у нас уже две программы есть акустической электро саша ну давай вот по чесноку как бы переигрывать звездные аккорды которые уже знают сотни миллионов людей во всем мире это гораздо проще конечно сдавать свои конечно почему ты на сегодняшний день я могу сейчас зачитать весь список ты переиграл практически самыми крутыми рокерами не нашей страны или там россии также снг мировых звезд до мировые звезд давай давай с тобой вот хотя бы так вот просто на вскидку дипер пол не будем здесь джоли тернер вокалист да я да это люди которые были как-то rainbow дипер пол один год проработал неважно ингри мальчин и ингри мальчин да я делал тур в беларуси джоли тернеру потому лично с ним назвать вот такой дядька давай джоли тернер два еще виктор смольский это речь речь это очень круто кто еще ганс роз гитариста рон талл бамблфут из ганс роз и кто-то еще я помню таких вот у тебя был ну я там менее известные гитаристы уже ну как они среди гитаристов и музыкантов принципе очень известны но и думаю что широкой публике не будет там окей не просто к тому что у тебя на сегодняшний день вот если брать вообще из рокеров в принципе да я могу на руках 1 на пальцах одной руки пересчитать вот этих людей которые именно имеют на сегодняшний день такое портфолио как у тебя это не тебе там какой-то плюсик а просто я отдаю дань тому что есть на сегодняшний день и такого бэкграунда но это единицы это и ну да да мне действительно повезло посотрудничать или даже не играл вот почему там много имен я может быть встречался с тем же гитаристом скорпиус дважды мать а сам в рамках меня тогда подписали на одну фирму гитарную и в рамках этого мы нам организовали встречу ну как инверсер до беларуси вот когда они приезжали в арену мы встречались в арене общались фоткались как бы очень классно сами почему не авторская музыка ты пишешь сам музыку вообще как композитор но так мы же мы же эту тему поднимали я сейчас уже пересматриваю вообще вот глядя на года которые прошли этот опыт я могу вообще писать могу писать да для этого нужно на самом деле кучу времени энергии и желания я сейчас над этим работ я просто я даже не знаю в каком направлении пойти либо это инструментальная музыка либо это песни да у меня материала я открыл свой ноутбук залез в эту старую папочку который не открывал там лет пять шесть да я просто офигел сколько материала у меня накопилось и почему я это до сих автор скончил да и даже вот мы недавно с классным гитаристом саши поды встречались он мне показывал свое я показывал свое я просто я поражался ну почему он тоже не делает нифига то есть почему вот ну странно да действительно странно потому что как ты решил запеть вот скажи что это с тобой произошло не но пел я всегда но может быть они солировал прямо вот по центру сцены микрофон вот может быть такого не было судьям и я обычно я всегда на бэк вокале мне очень нравится петь но может быть я был момент когда ты решил ты мне сам сказал что ты пробовал ну как бы вокальной партии именно сам когда я занимался долл очень много и брал уроки в своих же кстати преподаватели школе вот мне эта тема была интересная раньше много занимался вот и понимаю чем ты как эта штука вообще произошла она меня просто она я думаю взорвала не только меня но и всех кто это смотрел свой дай грейс да я знаю этого парня это же алекс кейс верно я познакомился с ним на тенте тихо ты это шикарно слушай но ты запел за и звезды как вообще ты ты говорил что ты нашел этот видос случайно да то что но чтобы нашел увидел значит они приезжали в минск точнее когда планировали приехать когда была новость концерта я думаю на чем бы сделать хайп школе даже не хайп нет 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 это хайп потом получился на самом деле цель была совершенно другая просто привести в школу в гости тем более мы до этого уже год назад до этого мы познакомились опять же в том же клубе потому что у меня хорошие друзья из файлы то есть агентство которые сказали подходить в тенте там ребята тусуются познакомишься вот и мне захотелось их в школу привезти просто просто в гости там чай попить поговорить скромное желание я понимаю да то что если металлику привезти тоже в школу и почему нет ну выше птенции заходите ребяту да 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 но к сожалению не получилось но мы к этому ведь еще все началось видео приглашение там если посмотреть полный клип то вначале именно приглашение всем привет мышку из школы из рук школ discovery приглашаем группу среди грейс к нам в гости там ученики преподаватели там человек сколько 6 7 вот и и решили клип сделать эту песню чтобы как-то их зацепить больше да вот свою такую аранжевку сделали и да и когда мы с ними встретились тенсия 5 они сказали мы обязательно посмотрим но прийти не сможем нет времени потому что все расписано ну как у всех звезды вот в следующий день они уже в москве поэтому времени вообще не было и фишка в чем то что они уехали в москву никакого фидбэка не было я думаю ну блин ну ладно хотя бы клип сделали и через месяц когда выходит передача вот это вот потому что там же они получается на следующем в москве снимались я же об этом не знал но пока сделали монтаж и выпустили передачу на этот видео салон максим и тогда вот я просто открыл контакт и там просто гора сообщения я вообще не понял что произошло мне спрашивают да ладно тебя там этой что случилось вот это ну вот такой один из моментов в жизни когда реально чувствую что вот все звезды сошлись на улице армии нужное время в нужном месте да 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 и вот собственно они там да очень хорошо отозвались да просто шикарно не отозвали себя у меня не спрашивали сколько ты заплатил за рекламу да и мне возможно столько заплате даже не скидывал это видео туда вот в москву никуда то есть они сами редактор программы нашли это журнал максим или что это объясни ну журнал максим есть видео салон максим ведется это та же контора вот они любят просто приглашать всяких рокеров и обсуждают там и попсовые песни и кстати в этой же передаче там как раз ленинград с лабутенами был там басков киркоров там николаев просто такой и оказался тусовки но это визиточка была такая можно сказать вообще просто огонь на сколько лет назад уже наверно четыре или пять адам сажу не было да вы калитете наверно солист 1 не он уже давно окей но слушай у тебя бишь у тебя звезды сходятся сами сами собой как будто опять же я вот хочу смогли что и какой-то да если бы мы не сделали этот клип то ничего бы не произошло то есть вывод какой важно что-то делать допускает и допускаешь ошибки где-то пускай ты там но тем не менее ты делаешь какие-то шажки которые может быть потом со временем влияют на твою жизнь это успех смотри же не журав с евгением журавлевым женька я познакомился чуть позже чем с тобой да это была группа нос аврора он был солист этой группы и я знаю что он человек который был настолько фантик по линкен-парку это просто капец просто это подбирали тоже ребят в этот проект чтобы действительно любили потому что я живет от я не фанат линкен-парк да я просто увидел что с этого можно что-то слепить и я конечно подобрал ребят которым это интересно я знаю что у него вначале не так уж все хорошо с вокальными данными все были все дела шлифовали шлифовали не завали потому что когда он пил пел его очень прессуем в этом плане чтобы занимал он обучаемый и он послушным все все люди обучаем но я знаю послушно не все послушные о чем дело потому что поверь когда им было полгода группе норс аврора не обкатанной без единого концерта я их выпустил на дворец спорта на фестиваль кипяток с группами джим морс без билета они да они где-то там что-то мимо где-то сложали но не отработали своих шесть или восемь композиций же не пел заводил музыку и поверь это было лет шесть или семь назад то есть ты прикинь чувака уже полгода группе вообще который тоже реально ну к сожалению они же там не кажется любой начинают они развалились к сожалению но такая же история была когда линкен парк они вошли в шестерку лучших которые выбрали они просто записали в этой в реп точке свою авторскую песню прислали туда и попали в шестерку лучше хотя там десятки десятки тысяч было на отбор именно разогрей линкен парк назывался так эта штука а ну дальше ты слышал разогрей линкен парк и они в шесть самых лучших вот вообще видосов до мало стреков просто это ребята из гомеля были респект же их авторский клип очень-очень сильно музыка да и же не живет этой темы и поэтому женька респект тебе и успехов я думаю что сани у тебя тем более все получится я сказал сразу ребятам что этот проект не должен перерасти в авторскую музыку потому что нас не поймут то есть использовать людей которые нас подписались потому что они любят линкен парк и мы отдаем вот свое уважение этой группе а потом вас мы начинаем внедрять свои авторские композиции в этот проект это это неправильно это я считаю не уважение к группе поэтому если делать то делать за рамками этого проекта значит мы делаем другую группу делаем другие концерты не пользуемся ресурсами интернета который который делали до этого то есть создаем другие соцсети вот но пока до этого не дошло я сказал что давайте мы поиграем в этой группе друг другу узнаем получше потому что опять же не все люди для меня очень важно в авторской музыки чтобы все люди очень сходить по характеру потому что потом то есть если здесь делить нечего да то делись авторскую музыку очень потом сложно двое на обидно будет если что-то развалится что-то пойдет не так да то есть я решил пощупать ребят узнать а я понимаю чем даже какие-то почему ты пришел на первую программу и вот тоже самое примерно сейчас с трибюта я понимаю что нужно все такой осторожность очень осторожно это очень осторожная как все стрельцы принципе наверно ты для меня персонаж типичного рок-н-ролльщика и в то же время нет салюта и сама она у меня был период когда я хотел татуировки может быть я и сделаю так но пока как-то я не знаю просто что должно быть то что это это уже у меня тоже не гаджа жиров него что но и не нужно потому что не хочется чтобы какой-то детский сад вот я захотел там не знаю там девушку или там кого-нибудь с косой бас а потом ледовых девушек потом да лучше так на себе уже до зал победил футболку отдел труда вот он через месяц посмотреть на этой подруге рука это не футболка да что я испортил среда потом выводить зачем это поэтому может быть я не определился еще а может быть я не сделаю я не знаю у меня даже и уж не пробит вот я тебя я стараюсь какой-то такой знаешь очень не только осторожный рок-н-ролльщик а очень такой какой-то как-то сказать аккуратненький рок-н-ролльщик такой вот прямо вот такой вот ну прямо вот как-то сказать дисциплинированную столь и даяти ни разу не видел мабухов напившись я ни разу не видел там тебя там в каком-то как тебе сказать в засаде там когда 10 фанаток или 10 женщин вокруг тебя там обцеловывают и там окружают ты всегда какой-то очень тихий спокойный персонаж и в то же время яркий на сцене это круто не так это респект тебе это просто это не хейт я не пытаюсь и закрыть себя говорю что это очень прикольно такую же группу я знаю но только там немножко не все про тебя кроме татуировок light sound да потому что я удивился вот столько лет на сцене они реально ну пускай это поп-рок до рок-н-ролльщик полегче музыки да но тем не менее когда вот ну и что показать и так далее ни одной тату да я наверное как вот слишком правильный ты слишком прав вот ты подобрал правильный термин ты очень правильно какой-то некий рок-н-ролльщик понимаешь я мне просто не хочет чтобы завтра мне было за что-то стыдно к этому мы вернемся не было что все таки у меня есть школа да у меня еще там то есть я не хочу что меня за как-то обсуждали потом что он какой-то вот какой же он директор там или а ты боишься ты подавлену под не в последнее время нет последнее время нет одержи я могу это вот так вот показать если что-то кому-то не нравится я могу просто послать а вообще мне сильно да а раньше был мнительный ну раньше да больше я долго искал твою фамилию александр целуй к правильно да нет еще я скажи вот нек красивая нормальная фамилия силы целуй к и целуй меня везде 18 мне уже смысл я как почему хотел спросить в школе когда-то учился в муз училищем были какие-либо там коле поцелуйка но много много придумали весело да ты за это взял выду все псевдали бы не остался в случае я очень уважаю свою фамилию спасибо папе за такую прекрасную фамилию но мне кажется что артист вот у него должно быть очень такое коротенькое запоминающиеся имя ну александр я оставил можно было бы сократить до алекс но все-таки алекс мне кажется больше алексей вот поэтому александр и фамилия кис это и ассоциация идет с группой хотя я у тебя спрашивал про кисты говорит что мне пофигу вообще их творчество офигенная не пофигу александр легенды не фанател по группе кис и не поэтому я взял этот псевдоним я просто перевел фамилию вот кис скажем вот он нравился кому-то не нравилось но созвучно твой вот как бы сценический но никнейм да вот он был пол стенды знаешь гитарист из группы кис да это принципе они и он и фронтмен вокалиста не основатели этой легендарной команды его же называли красавчик америки но да да у него такой красавчик америку них каждого то монстр был там еще там но этому не у каждого было свой никнейм такой как бы и вот он был красавец америки я почему-то думал что как бы кис у тебя вот именно отображение что тебе эта музыка вообще очень хотя они очень крутые они реально очень 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 крутые такое шоу костюмирование они были и в масках и без масок и так далее но мне почему-то как оказалось тут именно пол стене поэтому не поэтому я говорю реально ассоциации сразу почему-то вот своим никнеймом и сценическим псевдонимом она почему-то сразу воду если тебя не знаешь да если там она эта тема не разговариваешь группа кис тут сразу да еще скажу что самое интересное раньше то без псевдонима я еще раз крутился как гитарист да там фестиваль грифомания первый был 2006 год на который кстати я выиграл и уже с 2007 наверное я или или 8 я уже не помню взял псевдоним и ну то есть музыкальная тусовка меня уже знала там особенно гитаристы и думали что саша целуйка и александр киза до два разных человека и когда мы потом встречались и это слушает узнают целуйку это и что ты про него знаешь класс вот поэтому и кто я уже берет что доктор я есть как ты со смольски познакомился с и краткого конечно вообще вы познакомились его отца покойного уже композитор да не трясу метрис мой участие композитор вот когда витя был в кипелове еще виктор смольский я знала что он я разузнал адрес то есть я действительно очень хотел познакомиться и с ним и с его отцом а я учился в училище глинки тогда и как раз там рядом и его дом был мы просто зашли в гости с тортиком с цветами и решили поздравить во первых с премьерой это до симфонии по моему 11 он же написал симфоническую этой симфонию именно для гитары да это мы сейчас подойдем к этому да то есть у него была тогда премьера мы решили я как раз на ней был мы решили поздравить и дмитрия как бы из одно с виктором познакомиться да то есть я одинаково уважаю как и как и этого человека так и этого вот и до из тех пор как-то завязалось знакомство у нас очень такое теплое и с отцом и когда я сдавал госэкзамен в училище и я сделал композицию виктора в своей аранжировке и пригласил его отца ну ведь это он в германии живет сюда то есть я ведь не смогу позвать я позвал дмитрия брониславовича и ему настолько все понравилось и он как раз писал 13 симфонию для электрогитары на тот момент и потом они позвонил сказал саша есть разговор давай через недельку встретимся я встречаюсь говорит слушай я заканчиваю симфонию хочу тебя пригласить солистом потому что видите не может у него гастроли с речи и я вижу только тебя то есть и там и по технике и внешне как ты выглядишь то есть все все сходится я так думаю елки-палки мне сколько там 20 лет было 21 я никогда не выступал на таких площадках и тем более симфоническим оркестром это такая ответственность было артитуры там всего даже за там же это не смог дирижировал кучеря я реально я боялся этого но я я согласился я вышел на первую репетицию меня колотил и рыбы елки-палки как мне тут не облажаться сейчас да хотя партии несложные были но тем не менее вот это вот ответственность ответственность она очень давила но я хочу сказать что там вот а я не сказали что все бы три репетиции и так елки-палки как три репетиции а это в чем еще сложность игры с оркестром это же не то что с группой идут барабаны ты играешь под барабаны да даже если ты себя плохо слышишь ты ориентируешься на ритм здесь надо было слушать как и скрипку которая там в другом углу оркестра сидит и флета которая там где монитору нет все акустический да а у меня тут гитара ревет и если у рок-группы диапазон там допустим ну такой такой то усиллического оркестра с нуля может быть громкости до до такого размаха что я и гитару даже не слышал когда вступали литавры и там все начали когда весь оркестр играет и я для меня это настолько было непривычно и надо было слушать все смотреть на дирижера и слушать каждый инструмент чтобы не дай бог не вылететь из ритма то есть это было реально сложно это потрясающий опыт через которая прошел я очень благодарен сами скажи мне не могу задать этот вопрос почему нужно покинуть эту страну чтобы стать успешным у тебя были крайне смысле о том чтобы свалить стран конечно и у тебя мне кажется у тебя же было в вариантов ну или тысячи и ты я много раз был германии да в эмиратах катаре где-то еще там то эту ну вот японию китай там япония китай гонконг были ли мысли конечно конечно но во первых надо понимать что тебя там никто не ждет так но в то же время есть много примеров куча друзей смольского ждали ты знаешь чуть-чуть просмотр кого хотел сказать вот у него офигенный бэкграунд не очень круто всего вот смотришь там просто лопатить лопатишь его даже википедии так далее вот мне кажется вот какого-то такого вот прямо выхлопа прямо звездного на весь мир у него все равно не было у него не было такого что прямо вот все вдруг заговорили до точечно у него очень круто кипела фрейдш там так далее пошло пошло-пошло ну чтобы так вот осмольском заговорили все потому что когда light sound ну володя твой коллега до гитарист говорил о том что он видимо самый крутой на сегодняшний день гитарист современности в хэви металла так не говорили там конечно некоторые журналы подводят рейтинги и самых там 100 крутых гитаристов истории и вот он туда часто входит это это очень круто попасть даже в эту сотку и даже он по моему был где-то на месте там 15 но это все очень субъективно мне кажется ну почему как думаешь вот в 50 лет у него не с не было вот этого выхлопа такого что прямо участвовать не вправе обсуждать держать и давать оценку какую-то но я знаю что в бите он бескомпромиссный чувак он не будет играть только для того чтобы стать популярной он будет играть всю жизнь то что ему нравится делать то что качаю да да он в этом счастлив а не в том чтобы заработать больше денег саша считаешь ли ты себя рок-н-ролльщиком вообще можно сказать или уже микс такой импресарио продюсер это сложно сказать на самом деле потому что как ты говорил я не такой отрывной как некоторые сами скажи ну как говорится творчество творчеством а табачок табачком то есть развитие что происходит у тебя сейчас в твоей школе звезд да что еще какие-то новые проекты расскажи немножко ну школа живет как жила как бы сейчас у нас слабого есть подъем неплохой да вот из проектов у меня только три проекта я больше даже не хочу сейчас брать не авторская музыка этот это кавера да к авторской я еще приду сам когда-нибудь я надеюсь да но пока просто я понимаю что я не могу рассеиваться многие проекты потому что просто не буду себя полностью отдавать в таком случае значит ну линкольн парк мы уже обсуждали линку на у нас у нас у нас очень серьезные планы я пока не могу не говорить но это очень масштабно хочешь услышать бога поделись ним своим планами да 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 поэтому как только будет конкретика какая-то я обязательно сообщу вот потом у меня с олегом полей проект был в гостях перед тобой как раз да да олег . привет если ты нас видишь вот тоже тоже серьезные планы не буду ни о чем сейчас говорить но мы уже все рассказал но мы заканчиваем альбом как бы сейчас и есть есть серьезные планы у нас и последняя вот не мой не мой проект в который меня пригласили в которой я и как сессионный музыкант и как руководитель минской группы это гродненский проект под названием никому за никому за рок-оркестр я смотрел очень круто это я хочу сказать ну беларусь и такого аналогичного проекта нет это это даже не президентский оркестр как бы до которые играли там роковые темы тут все тут изначально все построено вокалист ритм секция и за нами оркестр симфонический очень сложные по режиссуре проект по свету по спецэффектам даже у нас был огонь как-то на фестивале вот то есть все очень продумано и и пока проект вот мне кажется только сейчас вышел на на такой уровень когда может зарабатывать потому что до этого все делалось ради пиара да то есть записать этот концерт записать тот концерт очень много денег вкладывалось я не знаю кто там финансирует но там и я чувствую очень серьезные деньги и сейчас уже у нас значит намечается гастрольный тур в том числе с джолин тернером мы уже дали в гродно концерт один вот там у нас 55 по моему вокалистов если не ошибаюсь и у каждого там может быть по песне 3 по 4 да вот они выходят и либо по очереди либо там поют какой-то небольшой сетик потом меняются и очень все динамично происходит мне очень нравится то есть мы переиграем самые известные мы отходим культируем они будут разобрались и в чем-то теперь будет все зависимости от того так как у нас есть хитических размеров в поиск и и ну а потом у нас нах never said там и sting местами я слушал джон да 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 на основном упор идет на роковые там scorpions вот дело в том что ко мне очень часто обращаются всякие организаторы там или даже из других стран мне звонит менеджер не звонит смысле пишет менеджер клуба нам нужны музыкант и я уже давно занимаюсь тем что я вот просто людям просто так советую думаю а чё я просто так советую если у меня есть связи знакомства я же могу это все в какую-то систему организовать я еще создал сайт и назвал агентство prime stars entertainment вот и собрал такую пока небольшую базу артистов вот но собрал и она будет пополняться постепенно ребята если вы талантливые и хотите где-то работать или в минске или за рубежом поехать на какой-то контракта у меня есть свое агентство prime stars entertainment вы можете ко мне обратиться и мы с вами последующим находите александр кис в инстаграме или в к вк и добро пожаловать я думаю саша пользуюсь случаем почему мы с тобой сам себе продюсер не сделаем не запустим мои курсы у тебя в школе мы с удовольствием думаем сюда да ты хочешь стать звездой туда тебе к нам наши курсы на ваши курсы сам себе продюсер так саня поехали моцарт или вивальдзе или стравинский 3 слушай все так стравинского шугаются уже офигенно вот его и мне кажется вот его я не знаком с его искусством поэтому пожалуй ты стране я вообще не не и мы проходили конечно в музыкальном училище но прям так чтобы я сам его слушал такое не припомню хорошо суши еще вот немножко по теме вопрос скажи а почему ты не получил выше вышку академическая заступал я скажу так того образование которое получил музыкальное именно да мне вот так хватило у меня были прекрасные педагоги я очень хорошо сдал экзамены и в принципе я думал что вряд ли что-то мне уже новое могут дать мне нужно было просто применять уже эти эти знания на практике вот если бы я еще убил пять лет на обучение то я бы наверно не поехал бы на контракт дуба я бы не играл с разными артистами по ну вот по беларуси я работал с кириллом слуг какой с колдунами поэтому да 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 я знаю наверное лучше чем практика нет никакой школы слушай хорошо да секунду я я поступил я поступил чтобы моя мама была спокойна я поступил получил наверное единственный и не хочу хвастаться но мне сказали слушать это единственный человек который получил десятку по специальности и по сольфежий у нас у нас таки на эстрадное отделение не поступали типа ты откуда вот ну вот я поступил через неделю забрал документы просто я был спокоен что я прошел это это испытание слушай а согласен с тем что ребята из light sound дима его говорит что академическое образование музыкальное но иногда мешает да если она ему мешало да потому что ты слишком умный для того чтобы писать какие-то хитовые вещи хорошо второй вопрос на лице виск или ром виск или ром виск или риски окей гитары но это как володя сказал папа или баба джипсон или фендер очень хочу гибсон сейчас себе настоящий гибсон гитаристы ингви мальмстен или джимми хендрикс сложный вопрос потому что я очень много слушал мальмстена и очень мало слушал хендрикса но мне кажется что серьезно да мне кажется хендрикс действительно самородок если тебе предоставилась бы возможность сыграть на одной сцене с гитаристом такими как кирк хаммед или ангус янг выбор твой ангус янг он больше шоумен такой а гитарист вау ангус ну извини это мой субъективное мнение не ноги тари них он хороший гитарист но он больше шоумен мне кажется да и этим он запомнился он запомнился не слова своими а наверное своим поведением на сцене отрывным таким но почему-то мне кажется с ангусом янгом я бы вышел на сцену окей хороший выбор я бы тоже если бы убил играть на гитаре девушки блондинки или брюнетки без разницы какого цвета волосы главное какой человек самая дорогая покупка в твоей жизни заработанная но заработана тобой деньги я не буду называть сумму но эта машина автомобиле мастерации мазерации или тесла но если быть вот ключ его предложили сколь саша вот ты заслуженный у нас тесла я за то чтобы все-таки электрокары развивались поступок за который тебе стыдно по сей день скажу что у меня были такие поступки за которых прям стыдно и по сей день да ну потому что очень правильно по жизни какой-то саде но тем не менее тем не менее тихом болоте со мной что водится помню в детстве с ребятами там лет семь или восемь было вырывали значки от машины помню осторожность господа это дана вывезло осталось помню недавно произошел случай такой не то чтобы стыдно но он такой очень даже смешной сидим с одной девчонкой в кафе общаемся я вспоминаю человек 1 у нас вслух имя там обсуждаем его а потом он говорит хорошо не поверишь она сейчас за тобой сидит наверно все слышала я просто поворачиваюсь и елки-палки как можно так сказать человека прям при нем был ли у тебя секс фанатками скажи и были любят фанатки начнем с этого и со зла нормально вопрос на веду секс фанатками было ли раньше был к самый большой гонорар за твое выступление я прям такие не запоминаю момент но может быть полторашкой двушка что-то такое долларов до 2000 долларов дзы лучших три гитариста всех времен и народов ну пускай были джимми хендрикс хоть я его и не много слушаю но я просто понимаю какой вклад внес да вот потом лишь для меня этому учитель виктор смольский назовем его учителем потому что я хотел брал там всего пару уроков у него но это просто вот заочно скажем так ну пускай будет гитарист группы тым-театр джон петрович 3 окей если бы ты стал завтра министром культуры три первых твоих изменений правки культуры нашей страны но отличит от тебя правка такая вот прямо вот вот то что те вот прямо вот не имеется есть и не мешает вот я бы так сказал русское правило не навреди русское правило могут развиться главное не мешать не запрещать это у сколько запретов да простит меня поздно саша встретившись богом что-то ему скажешь я задам вопрос почему погибают дети если ты есть на самом деле почему-то допускаешь такой саня эта рубрика на картонах я не знаю 90 ты чуть застала там совсем-то было прямо аж ну почему нормально застал юноша юноша сколько все было в каком году там 98 90 12 лет 19 12 12 лет но не считается то есть ну где-то ближе к нулевым тоже стал подростком суши волос ты когда начал вообще дними отращивать 15 15 15 родился ты подожди ты был с минске минске облотовые баллы слышно постригись то бы как-то ситуации в лагере это вот я помню не залетала за это за волосы залетала любого нормального металлиста зато металлист был прямо такой активным вот они не то чтобы активный металл там хмр многим это а у меня самый опасный район совсем минска а где-то улица с налево ну не самый опасный район но есть грушевка есть бульвар шевченко так что не за вы на тот момент самый криминальный район миска это какой год в 90-х нет я имею этот бренд к тебе сколько 12 лет было ну а залетать уже начала за волосы когда ты начал носить уже так активно себя пропагандирую что-то рок-н-рольщик металл все дела когда мы с ребятами подъезда собирались там металлик разучивали на акустиках еще туда про электрогитары и речь не шла вот многим конечно не нравилось но кстати уважали как музыканта вот как волосы он рассказывал что если видит гитарист сразу такой респект броня такая вырастает много пари вообще вот так вот но часто подказывает сейчас сейчас я сейчас уже не не тогда я виду там 15 было было и очень нечестно на самом деле это не один на один это целая толпа человек 5-10 залетала серьезно просто вот так закрываешься и просто ну скажу что это прям уже катастрофа там нос не разбивали просто неприятному просто не придам на районе там да слушай хорошо а за девочек вообще часто приходилось перемахиваться или ты спокойно совсем был не или у тебя какой линкита за него девочки прямо тут серьезно не в школе кстати девочки боролись за меня я помню да прямо к ней не они бились но боролись красавчик был тут и прямо такой прям я не знал он его зову себя красавчиком но понятно да и сейчас первую любовь свою помнишь конечно подожди и у категор искал я сказал конечно а кто же моя первая любовь в школе 1 любовь алена алена была алена привет и саша уже не забыла что и 1 класс 1 класс в первом классе а такая уже вот основательная любовь чтобы там уже помнил там прямо провожал дала 8 класс 8 класс я очень долго с девочкой встречался четыре года первая любовь была офигеть то сколько целебного а в малую учишь 15 нет 14 15 это тогда за девочку приходилось примахиваться вообще хоть раз вот раз удивление удивление нет ни в такой ситуации не получалось чтобы прям то есть не то чтобы я не могу постоять я могу постоять но такой ситуации не возникало что приобраться а спортом кем-нибудь занимался там может каким-нибудь единоборствами да серьезно да в детстве я ходил на по-моему уж ой не ушу самбо я на дзюдо ходил самбо но я если честно я ничего не помню оттуда и эта борьба она мне дико не нравилась просто потому что пошел мой друг поэтому я с ним за компанию пошел вот потом у меня восточные единоборства были годик или два я ходил на что и восточный восточный зону да там там разные виды то есть я сейчас не знаю как они называются но я понял просто мы дрались на перчатках бокс был в конце тренировки и я просто понимал что тут надо выбирать или музыка или борьба вот этот бокс потому что не дай бог там палец повреда я готов к поступлению в училище то есть это был большой риск был поэтому я как-то с этим завязал творчество в случае я что-то для себя для себя взял от отлично за себя может вертушечку могу нормально сделать вообще круто саль скажи в первый раз когда за сколько лет было когда сексанул сколько лет было 2325 поскольку первый раз ты переспал с девушкой а сколько все было лет давай колеса ксанул да это и слова так это 15 нет подожди все 17 ребят час самое интересное промо код от александра кис не забываем ставить пальчик вверх пишем комментарии подписываемся на наш канал на ютюбе побуя ним и конечно на instagram саши и мой скромные и вопрос от александра кис ребята на каком инструменте я изначально хотел заниматься это было не гитара победитель у нас или победительница получает что получается бесплатный мастер-класс моей школе звезд который будет длиться полтора часа по любому направлению выбираем вокал гитара барабаны сценическое мастерство все что ребята это супер это супер у классных мастеров прекрасных преподавателей можете получить бесплатно мастер-класс это было шоу по буяним с вами был андрей буяльский в гостях у меня был александр кис увидимся скоро на телеканале европа плюс тебе беларусь и на youtube канале по буяним рок-н-ролл жив до встречи до встречи по буяним по буяним по буяним по буяним с андреем буяльским по буяним